Перед тем, как погрузиться в эту печальную историю о великих амбициях и потрясающих китайских законах, мы рассмотрим саму игру, дабы иметь максимально полное представление о нашем случае. Так что давайте-ка глянем, что же такого игра предлагает нам в этот раз за свою цену. Цена, кстати, такая же, как и у первой части. При запуске игра встречает нас лаунчером, где можно выбрать между двумя режимами – сюжеткой и небольшой песочницей с фоторежимом. Сперва о сюжетке. Сразу же в глаза бросается то, что игра переехала на полноценное 3D, и даже с Unity на Unreal Engine, с вполне ожидаемым навалом графона. Визуальную новеллу между сегментами 3 в ряд заменили полноценные катсцены, где озвучены теперь не только дамы, а вообще все, кто говорит. Фанаты немых протагонистов, лица к осмотру. Местами анимации выглядят немного топорно, но учитывая, что разработка велась с 2019 года, и за это время студия перешла с 2D и Unity на 3D и Unreal Engine, то вышло у них очень даже неплохо. Визуал прокачали на славу, тут бесспорно. А шо у нас по геймплею? Ну, 3 в ряд геймплей претерпел минимальных изменений. Ярко выделяется разве что новый визуал в виде анимации атак наших соперниц, и уникальный внешний вид рун для каждой главы. Из именно что геймплейных изменений, теперь у каждой главы своя отдельная, не переходящая в другую главу прокачка. Но также теперь нам сразу выдают небольшой набор перков, и больше акцентирует наше внимание на уязвимостях нашей соперницы перед боем. В остальном же по правилам и эффективным стратегиям, это все тот же Миррор. Насобирай как можно больше местных кристаллов за раунд, и устрой дострой. Помимо катсцен и 3 в ряд, добавили также и новые геймплейные сегменты в виде времяпрепровождения с девушками, где геймплей представляет из себя некий... Ну, назовем это осу для слоупоков. Эх, я уж реально хотел сыграть в шахматы. Касательно сюжета, истории и всего такого, здесь все так же как и в первой части. Отдельные, никак не связанные мини-истории с двумя концовками. Также добавили такое вот удобное сюжетное древо, где можно посмотреть какие сюжетные развилки вы еще не открыли, но к сожалению почему-то нельзя переиграть уже открытые. И пару слов о песочнице. Здесь мы можем выбрать одного из уже открытых внутриигровых персонажей, или же установить пользовательские модельки с мастерской Стима. Я вообще в ахуе. Помимо фотосессий, мы можем ходить по этому небольшому островку и любуясь местной природой находить новые жесты для фоторежима, припрятанные в разных местах. В самом фоторежиме можно задать кучу параметров от выбора локации и позы, аж до тонкой настройки камеры и цветокоррекции. Во, смотрите, можно сделать светокор как в типичном ультра реалистик 4К HDR решейде, или как для поминок. Помимо готовых поз, в довольно детальном редакторе можно выставить дам как вашей душе угодно. В моей великой позе, конечно, далеко до гениальных комьюнити-творений, но суть вы уловили. Позалипать пару минут в этом режиме вполне себе можно. В общем, технологически Project X вышла очень даже крутой и радующий глаз, а геймплейно, довольно аккуратный по отношению к первой части, не пытающийся сильно менять уже работающую формулу. Скорее всего, все усилия студии были направлены на разные прототипы в первый год разработки и на адаптацию к новому движку всё остальное время. А учитывая, что при всех этих изменениях ценник остался таким же, как у первой части, ну просто диву даёшься. Теперь, имея представление о самой игре, давайте разберёмся в том, какие события привели к провалу игры и аж банкротству студии Kagami Works. Вы могли заметить, что я так и не упомянул часть игры с артами, сексом и прочим. А всё потому, что этого тут попросту нет. Немногим позже выхода игры в ранний доступ добавили вот это бесплатное DLC, которое изменяет некоторые сегменты и катсцены на более эротические и добавляет слёт одежды у девушек во время треврят, но только до купальников, что вызвало лишь ещё большее недоумение у комьюнити. Вроде как это сиквел Mirror, графона навалили, модельки классные, а секс-то где? Что такое? Стоит отметить, что дальнейшие выводы будут сделаны на основе новостей от разработчиков и некоторых обсуждений в сообществе Steam. Ссылки на все новости и обсуждения, которые я использовал, я оставлю в описании, так что при желании сможете сами взглянуть. Блять, как будто кто-то это делает. Когда игра вышла в ранний доступ, она продалась довольно внушительным тиражом в 600 тысяч копий. Это в первый день. И похоже, из-за таких масштабов она привлекла к себе внимание китайских регуляторов. Эти самые регуляторы, скорее всего, надавили на разрабов напрямую, либо косвенно через издателя, и по итогу дальнейшие планы на игру пришлось менять. Со слов разрабов, на них даже поступали некие анонимные жалобы, мол, те ведут свою деятельность нелегально. Возможно, под нелегальной деятельностью подразумевалось то, что в первый Mirror они добавили 18+, контент, но в базовой игре он был за цензурой, а чтобы её убрать, нужно было скачать специальный патч. Это бы объяснило, почему они не поступили так же с Project X, ведь, скорее всего, теперь на них положили глаз, и провернуть такой же трюк с патчем, убирающим цензуру, уже бы не вышло. Ведь, как вы знаете, в Китае законы про цензуру в играх сужаются так же быстро, как моё очко, когда я подплываю к Авроре в субнаутике. А наказание за нарушение этих самых законов? Ну, в лучшем случае, пару неделек исправительного лагеря, а в худшем... Давайте подытожим, какие ошибки были допущены со стороны Kagami Works. Первая ошибка – выбор издателя и китайские законы. Разрабатывая такого рода игру, разрабам было просто необходимо перебраться в другую страну с законами помягче. В Китае сейчас даже обычные игры страдают от постоянно изменчивых, как флюгер на ветру цензурных прихотей партии. Что уж говорить о игре с такой... главной фишкой. По итогу, из-за внушительного по масштабам старта игры и, похоже, неких анонимных доносов, студии пришлось подгонять планы на игру под рамки 16+. Из-за пристального внимания со стороны регуляторов, как-либо обойти это через сторонний патч было невозможным. Вторая ошибка – плохая коммуникация с сообществом. Изначально, для обычного игрока, никаких предпосылок о том, что клубнички в этой игре ждать не стоит, совсем не было. Даже после релиза, когда уже нагрянул инспектор с Банхаммером, никакой инфы не поступило. Обрисовав бы они все сразу и подробно, о том, почему игра будет только 16+, и почему они не смогут это изменить из-за местных законов, они бы, конечно, все еще получили долю хейта, но уж явно не настолько большую. Вместо этого, они спустя пару месяцев после релиза выпускают вот это. Что значит, извините, какой гений по работе с комьюнити решил, что такого объяснения будет достаточно? Кстати, о гениях. Третья ошибка – плохой менеджмент. До финальной версии игры было еще три версии, которые по итогу пошли в утиль, что уж явно плохо отразилось на финансовых расходах. А если добавить к этому еще и последующее нежелательное внимание со стороны регуляторов и упущенную коммуникацию с игроками, то на момент сообщения о банкротстве игра вместе со всеми DLC хоть и продалась тиражом в 4 миллиона копий и заработала аж 18 миллионов юаней, это окупило лишь 37% затрат на разработку. То есть, разработка игры стоила около 7 миллионов долларов. 7 лямов на хентай игру. Окей. Подводя итоги вышесказанного, получается, что 18 плюс контент по изначальной задумке должен был быть в этой игре, но от слишком большого внимания к игре и неких доносов на студию, эти планы были вынуждены свернуть. В подтверждение тому, что секс все же изначально должен был быть, есть скрины из раннего билда игры, где видно, что у Суккуба тут все смоделировано как надо. Они упустили возможность вовремя и доходчиво все объяснить игрокам, а то смехотворное обращение, которое, я напомню, вышло лишь спустя пару месяцев, только подлило масло в огонь. Выставляя оценку этой игре, я бы поставил ей жертву китайской партии из 10. Вот такая вот выходит поучительная история. Нужно здраво оценивать свои возможности, четко и ясно объяснять причины вещей и не разрабатывать игры в Китае. Уж точно не с такими законами. А на этом все и надеюсь еще увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok